Добрый день, уважаемые жители Республики Сахай-Якутия. Текущая санитарная эпидемиологическая обстановка в Республике на настоящий момент является напряженной. За последние сутки выявлено 169 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице нашей Республики зарегистрировано 96 случаев. По 6 случаев зафиксированы в Нерингринском районе, и 7 случаев зафиксировано в западной группе в Мирненском-Сунтарском районе и в Усть-Алданском районах. По 4 случая зарегистрированы в Амгинском, Усть-Майском и Хангаласском. По 3 случая в Алданском, Булунском, Мегинок-Хангаласском, Момском и Намском. По 2 случая зафиксированы в Верхоянском, Вилюйском, Татинском, Чуропчинском и Винобытантайском. И по 1 случаю зафиксировано в группе районов Горном, Кобяйском, Ленском, Нижноколымском, Нербинском, Алёк-Минском, Маленёкском, Усть-Янском и Алайховском. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, хотелось бы обратить внимание на то, что подъём и увеличение количества заболевших вызывает и дополнительную нагрузку на учреждения здравоохранения и соответствующие службы, обеспечивающие работу по оказанию медицинской помощи. В связи с чем нами приняты оперативные решения по увеличению количества людей на колл-центрах и соответственно отслеживаются все звонки, которые осуществляются на уровне амбулаторного звена от граждан для вызова в поликлинике и соответственно немного у нас увеличивается количество времени до периода тогда, когда приезжает по вызову врач. Тем не менее, все медицинские организации работают до режима 21 часа вечера и поэтому, соответственно, доктор может, если он не приехал в 6 часов вечера и принят непосредственно звонок, то к 9 вечера доктор у вас будет. За сутки продолжается достаточно высокое количество исследований. 3 тысячи 985. Всего за весь период у нас пандемии обработано 1 миллион 402 тысяч 318 тестов. Кроме того, необходимо обратить внимание, что продолжается вакцинация непосредственно в нашей республике. Всего у нас поступивших доз 485 тысяч 155. На настоящий момент первую дозу получили 37 347 человек, в том числе лица старшего возраста 63 342 человека. По непосредственно темпам вакцинации Республика Сахая-Кутя находится на 8 месте в Российской Федерации. По количеству вакцинированных на 9 месте. По ревакцинированным гражданам сегодня, по ревакцинированным 7186 человек. Мы практически закончили ревакцинацию в социальных домах, в которых у нас находятся наши подопечные. И на настоящий момент в целом вакцины достаточно. Порядка 29% от общего количества доз сегодня есть от всей вакцины, поступившей в республику. Вчера на собесуженном заседании оперативного штаба под руководством главы республики с районами республики глава еще раз обратил внимание на необходимость усиления работы, направленной на недопущение завоза, именно завоза инфекции в труднодоступные отдаленные населенные пункты. В связи с тем особенно страдают те труднодоступные отдаленные населенные пункты. Они есть у нас в ряде районов. Это прежде всего те, у которых был низкий уровень вакцинации. В связи с этим сам по себе инфекция в маленьком населенном пункте распространяется достаточно быстро, что требует соответствующих наших ресурсов для того, чтобы направлять туда дополнительные бригады. И, соответственно, отчасти это во многом увеличивает и риски, связанные с тем, что уже закрываются учебные заведения и детские сады. Кроме того, необходимо обратить внимание, что мы находимся и в состоянии тогда, когда происходит вакцинация от гриппа. В связи с этим достаточно времени для того, чтобы именно сейчас очень хорошо заботиться о собственном здоровье.